Лидия Алексеевна Лидия Алексеевна Спасибо огромное, что вы пришли. Я бы ни за что в такую жару не доехала на лекции. Это, мне кажется, подвижнические люди, которые приходят и в мороз, и в жару послушать что-то. И мы сейчас с вами поговорим об этих страшных годах, то, что хочется некоторым очень забыть или как-то переначить, по-другому их обозначить для нас. Сейчас всякие подводятся теории, а факты остаются фактами. Значит, начнем сначала. Это вот юношеский автопортрет Комаровского. Он абсолютно был неизвестен. Но когда мы делали, ну, мы это громко сказано, просто делалась выставка в больших приземах, это было в этом году весною, то вдруг обнаружился в интернете этот портрет, и мы не могли выйти никак, может быть, сейчас уже вышли родственники, на человека, который его выставил. Он никому неизвестен. И он замечательный совершенно, совершенно замечательный. Вот. И пусть он начнет наш рассказ. Он такой выразительный. Я сначала думала, что это брат его, который был Василий Комаровский, который был в свое время очень известным поэтом. О нем сделана сейчас книжка замечательная. Уже давно, наверное, в 10-м или в 11-м году. И я надеюсь, может быть, кто-то из специалистов когда-нибудь расскажет о нем. Потому что это акмеисты, это круг Ахматовой, это жизнь в царском селе, страшно интересная. Это такой, то ли роман, то ли какие-то особые отношения с Ахматовой были все же. Ну, наверное, у всей молодежи, мужской части, были какие-то особые отношения с ним. Вот. И самое главное, что у него замечательные стихи, замечательные совершенно. Я хотела, но не успела, как всегда это бывает, хотя бы одно стихотворение вам переписать и прочитать. Но я думаю, что это особый разговор, о нем нужно говорить очень всерьез, а не мельком. Вот. И по его стихам можно прям проследить биографию его брата и комаровского художника. Но он очень рано умер, Василий. Он умер в 15-м году, в 14-м году. Сейчас мы его вспомним. Это были люди с очень высоким таким происхождением, дворяне, со своими гербами, со своей родословной большой. Это герб дедушки, братьев Комаровским, Василия Безобразова, у которого провели детство все три брата. Это герб самих Комаровских, родственников. Вот. Это Комаровский, который родился в 1883 году в Санкт-Петербурге. И у него очень интересное детство было. Какое-то время он провел... Оно зависело от пребывания его отца там или в одном месте или в другом. Это вдовий дом. И вот все раннее детство он провел в общении со вдовами. Значит, вот теперь там все застроено у нас. И... А раньше прямо к зоопарку, включая зоопарк, это были все сады. И вот он там гулял, помогал, как ребенок там в чем-то, в чем мог. И самое главное, что он рос вот в такой атмосфере добросердичья и милосердия. Через какое-то время отца перевели, и не куда-нибудь, а в сам Кремль. И он там был хранителем оружейной палаты. И это была вот вторая часть, вторая половина детства. Конечно, совершенно замечательно, когда он целыми днями проводил в Кремле, бегал по всем храмам. Можно было бегать ему и там, где нам нельзя войти. И теперь... Вот, видел очень много. Видел древние росписи, которые пока еще его, может быть, не так трогали, но к которым он вернется. Вот, но это тоже был очень важный, я думаю, период в его жизни. Вот. Но там на этой семье какая-то вот трагедия изначально над ней висела. Мама была очень тяжело больным психически человеком. И до такой степени, что ее даже отдали в такую больницу, в которой можно было только ее навещать. Но детей отец никогда не брал с собой, потому что это очень тяжелое было зрелище. Ну, не для детей, как он считал. И, в общем, дети совершенно не знали вот такой материнской опеки, материнского тепла. Вот, но их заменил дедушкой. Значит, здесь я просто мимоходом скажу, как лечили отца, который, как мы теперь знаем, он заболел раком. И почему-то доктора считали, что вот тепло, жар, вот-вот помогает. И он не куда-нибудь отправился, а в Египет. И там провел несколько месяцев на этой безумной совершенно нечеловеческой жаре. Ну, конечно, он приехал и тут же умер. Вскоре прямо. Вот. Еще как он доехал, непонятно. И тогда дедушка их усыновляет. Старший, он пожел по военной стезе, стал офицером. А младшие были еще подросточками такими, гимназистами. Он их усыновляет, сам он уезжает в Ялту, ведет такую уже частную жизнь. Хотя я немножко там посмотрела по ялтинским каким-то документам. Он там очень большую роль играл. Он правил водопровод, канализацию. Вот. И был таким одним из наиболее почитаемых горожан. Вот. Оба там учились, мальчиков, окончили ялтинскую гимназию. Это примерно вот такое время, когда они там жили. Вот так выглядела Ялта. Немножко впереди домок, а дальше все природа. Вот. Но у деда, у Василия Безобразова, у него был роскошный дом. Вот здесь, кажется, не очень кажется, что он роскошный, просто большой. Но это его имение Ракша или Ракша, я никак не пойму, как надо ударение ставить. Это название птицы, которые выводятся в тех местах. И вот так, тот так называют. И огромный дом, в котором он очень любил бывать. И летом в основном семья проводила лето там. Вот у Василия Комаровского чудесные стихи об этом доме, об этой природе. Там, это, знаете, Тамбовская губерния, вокруг пустота, поля и все. Никакой там особенной красоты нет. Но так они любили это место и этот дом, который был всегда прохладно, зимой очень тепло. Все праздники, вот сейчас кажется, как из Ялты поехать в Тамбовскую губернию. Они спокойно ездили и на Пасху, и на Рождество. Устраивались там праздники, которые, конечно, на всю жизнь запоминались детям. Вот. И они тоже очень-очень любили это место. Там сохранялись вся обстановка, последователи. Вот сейчас там один человек был поблизости, я никак не доеду туда. И сказал, что в музее какие-то есть и предметы мебели, и какие-то картины из этого имени. Так что есть надежда, что что-то хотя бы мы оцнимем. Это про бабушка. Мальчик. Дальше, значит, это детство кончается. И начало века, да, оба мальчика поступают. Вот тогда все почему-то, все аристократы, все графы и князья поступали на юридический факультет Петербургского университета. Это было вот такое место, которое все проходили. Дальше там кто куда шел. И поступил Владимир Алексеевич тоже на этот юридический факультет. Но, наверное, ему было совсем там неинтересно. Он как-то и не очень посещал его. А потом просто взял и уехал со своим двоюродным братом. Просто он старше его намного был, поэтому у меня какое-то ощущение, что он дядюшка. Это Алсуфьев, граф Алсуфьев. Это был его и друг, и брат, и наставник, и учитель. Он его просто обожал. И вот граф Алсуфьев, Юрий Александрович, он уже был, как-то он уже повернулся лицом к иконе. Ведь вот икона древнерусской искусств, она была совершенно в загоне. Записывались древние иконы. Весь XIX век, это вот с теперешней точки зрения, это просто какое-то кощунство. Потому что древнейшие иконы записывались совершенно неумелыми руками. Записывались росписи. Еще я удивляюсь, что так много сохранилось, несмотря на вот это все. Вот. И он познакомился еще с таким Нерадовским. Вот он дальше идет. Это был хранитель нового, вновь открытого музея Александра Третьего, русского музея. Вот. И там уже появились иконы древнерусские. Вот этот Нерадовский и еще такой очень небольшой круг людей был, которые просто были потрясены. Они не просто изумлены, там, обрадованы тем, что это искусство появилось. Они были потрясены этой красотой. И тогда же музей издал первый альбомчик такой небольшой о русской иконе. И они создали еще общество и журнал «Икона». То есть сразу же очень много усилий было таких применено к тому, чтобы люди узнали об этом. Люди просто не знали, что такое древнерусское искусство. И вот он в предисловии Комаровский, уже сам Комаровский писал, что «Не делайте дорогих, роскошных изданий». Он обращался к издательству этого нового музея. Чтобы просто люди могли, как можно больше людей могло их купить. И чтобы это было такое просвещение в деле богослужебной красоты. То есть он вот об этом думал изначально. И так вот, так началось его такое совершенно перерождение. Полностью изменилась его жизнь. Перед этим, да, я забыла сказать, что они, во-первых, с Алсуфием съездили дважды в Италию. Насмотрелись там красот всевозможных. Особенно его пленяло раннее византийское искусство, такое, которое там было представлено. И немножко он получился у Серова, который там в это время жил. В общем, у него такого систематического образования не было. Но сам он постоянно работал, писал, рисовал, копии делал. Да, он, вот с чего началось, что он стал делать копии с этих икон и почувствовал, как это трудно, как это прекрасно. И все силы стал прикладывать к тому, чтобы в них проникнуть, в эту сердцевину этого искусства. И очень в этом преуспел, конечно. Вот. И тогда были заказаны графом Алсухием для своего храма в честь Сергия Радонежского на Куликовом поле. Иконостас он им заказал. Вот этот, ну вы, конечно, знаете все, ой, сейчас, где-то дальше, что-то нет, почему-то, может быть, дальше пойдет. Самого храма нет, но вы его все знаете хорошо, конечно, такие шеломы. Он очень русский и очень современный. И вот как они тогда, у них получалось сочетать вот этот современный какой-то стиль с абсолютно традиционным. Это очень трудно. Наверное, самое трудное. Вот сейчас никак не получается. Ну никак не получается. Или мы делаем иконы под 16 век. Вот точно такие. Или некоторые очень мало, мало таких, кто отваживается писать в стиле там 19 века. Но сейчас это уже не воспринимается. Вот. А Щусев как раз это сумел все сочетать в одном произведении. Но меня всегда поражает, вот художник, как иногда бывает, неразборчив. Тот же Щусев, ну который замечательный храм Марфы Маринской обители сделал. И он же сделал мавзолей в то же самое время. Ну это не то, что это позже уже. Нет, ну попозже, конечно. Но все равно... А вкащики другие уже. Все равно талант тот же, руки те же. Причем там ведь было два мавзолея. Первый это был такой рабочий вариант. Он его за одну ночь сделал. Вот, а потом этот... Он, кстати, мавзолей как произведение вот такое искусство. Он очень неплохой. Ничего не скажет, но он такой современный человек. Вот. И то же самое, знаете, ну Неродовский тоже немножко принимал участие в одной вещи. Несколько прекрасных художников принимали участие в переделке храма Анны Кашинской и... Ой, Анны Кашинской и... Забыл бы... Михаил Лутерсовский. Забыл бы вторую. Михаил Лутерсовский. Да. И в переделке его в крематоре. А, нет. Это значит Серафим Саровский? Серафим Саровский, Анны Кашинской, да. В крематоре, который, значит, был... Это специально была агитка такая... Такое советское такое кощунство. Потому что можно было... И были у них деньги, и можно было выстроить здание специальное. Вот. Но борьба с захоронениями, вот с такими, с отопеванием, с религиозным захоронением... Это понятно, как это важно было для них. Но был конкурс устроен. И на конкурсе на этом первое место занял человек, который предложил не строить заново крематорию, а переделать без храма. В общем, храм был уже освящен. Он в 14-м году только был освящен. Там были свои сложности. Почему его долго не освящали? Но, в следующем случае, он был освящен на нормальный, хороший храм. Сейчас в него... Я вот не могу туда входить. Это невозможно. Там уже все еще, знаете, храм. Нет, там храм, да. Но когда, знаешь, и когда очень многое там читала бы, то просто невозможно. Любой другой храм, только не этот. Это, наверное, единственный храм, где мне казалось, что вот там вот стоит музей сделать. Единственный из всех. Но это не по делу немножечко. Во всяком случае, они в это время все жили и все это знают. Это она очень слабенькая фотография, но видно, что Комаровский сидит за столом, да? Кто-то может вытащить потом эту фотографию. Это они поехали в дядюшкино имение, и там писали для Алсуфила, для Куликова поля восемь икон. И вот меня тоже поражает восемь икон. Так, большая тяжесть, объем большой. Это иконостас, это большие иконы. И они так легко посылают. Мы послали иконы. Потом отвечает Алсуфил. Иконы получили, поражены красотой. Как-то они легче жили так, проще, чем мы. Нам это кажется прямо невозможно. Это Стрелевский. Это тоже человек, который принадлежал к этому маленькому узкому кружку иконы зубцев. И тоже очень большое вообще влияние оказал на Комаровского. Сам он был, ну, таким немножко жестковатым художником, но все равно ворожен. Вот это его книги. У него вообще много произведений. Я просто здесь не могла тут все как бы собрать. Это слишком было слово. Слишком для вас вот там этим было. И, значит, Владимир Алексеевич женится. Женится. Ой, пропущен букву. Ре. На Варваре. Это уже я спешила. На Варваре Федоровне Самариной. Они породнились с таким замечательным семейством. Одним из выдающихся в то время, в те годы. Вот. Это тоже красота неописуемая. Вот это где-то вскоре после женитьбы жили они в доме Самаринах на Поварской. Этот дом сохранился. Немножко они куда-то съездили в какое-то маленькое такое путешествие. Поехали опять в Ракшу. И там он принялся основу за работу. И потом он уже послал иконы Алсуфилу. И вот, знаете, вот эти вот, сейчас покажу, несколько рисуночков. Это обороты открыток. У него в какое-то время не было даже нигде, где что-то нарисовать, написать. Это уже в имении из Малкова он по памяти рисовал вот эти чудесные виды Ракши, его любимые. Вот там виднеется храм, выстроенный дедушкой. Вон он там. Это акварельечка. Маленькие такие картинки. Очень хорошие. Но их, к сожалению, вообще, надо сказать, что они вот так мало осталось. Он как бы не просто вот расстрелил, а еще все искусство разорено. Это вот крошки какие-то, которые вот сохранились. А у Алсуфьевы имение Буйцы. Это вот именно то имение на Куликовом поле, где они жили. Ну, наверное, читали про эти Буйцы, красные Буйцы. И Куликово поле, оно было частью их имения. И поэтому Юрий Александрович, он с чистой совестью там производил археологические раскопки, собирал все, что он находил. И у него дома просто организовался целый музей. Он много очень нашел там, собрал и оружие, и одежды, всего, документы. Его жена Софья, мне хочется сказать, Александровна, но не Александровна, но Софья. Тоже это замечательный был совершенно союз. Она ему во всем помогала. Она была художником. И дальше мы увидим, что она и как художник тоже ему помогала, и как археолог во всем они были близки. А вот почему-то только здесь появился этот храм в честь Сергия Радонежского. Вот он, конечно, замечательный. Но от меня никак не отстанет вот это вот то, что он потом делал в Мавзоле. Вот, но дальше, когда иконы были сделаны, то началась их жизнь в Москве. Вот такие лица. Вот, знаете, мы когда вот, вот взять даже одно Бутово. Это, ну, это лучшие люди. Вот самые лучшие, самые красивые, самые такие породистые в лучшем смысле слова. Вот, вот, и на них не наглядишься. И вот они там у нас лежат. А его жена тоже, у нее был такой тяжкий крест. Она еще молодой женщиной стала, у нее, в общем, в конце концов, она слегла. Я даже не знаю точно, что там за болезнь была. Но она потом уже не вставала. Сначала она просто полеживала, а потом она не вставала. И все вот эти вот несчастья, которые случались там в семье, она могла только вот глазами проводить. Того же Владимира Алексеевича, когда он уходил в очередной арест. Он арестован был пять раз. И первый раз, да, еще до этого, значит, у нас 14-й год. Война, начинается война. И вот брат его, Василий Комаровский, который, ну, он, конечно, тоже, наверное, от мамы получил вот такую какую-то психическую болезнь. Он был очень нервным, таким, мог упасть в обморок от любой ерунды какой-то. И когда он узнал о войне, о начавшейся войне, то это его так потрясло, что с ним сделался какой-то ужасный припадок. Его пришлось отвезти в больницу, пытались своими силами его привести как-то в чувство. Ничего не получалось. Потом он просто даже стал буйным и умер во время одного из приступов. Просто что-то сердцем задохнулся. Вот. И мне так обидно, что его мало знают. Вот, может быть, у вас как-нибудь кто-то, кто занимается поэзией, расскажет о нем и почитает его стихи. Они замечательные. Их просто обязательно надо знать, чтобы они не ушли вот так вот. Книжку отложили, сделали одну и все. Вот. И он лишился двух братьев. Прям почти одновременно. Юрий тоже умирает от болезни. Он был офицер, должен был идти на фронт. То есть он пошел на фронт и там заболел. И очень быстро он ушел. Он остался один. И вот здесь, это ранняя фотография Варвара Алексеевна. А, прошу прощения. Это через год рождается Тоня. Вот. Которая потом суждена вообще все на себя взять. И всех, и все, и все проводы, и все посылки, и все поездки к арестованным. Вот. И, значит, организовывают... Это что же такое? Это вот, знаете, у меня в последний момент все переехало. Алсуфев организовывает комитет по оказанию помощи раненым. И они отправляются в Тбилиси. И вот меня несколько поразила там одна картиночка. А, вот это Владимир Комаровский. Он тоже прекрасно рисовал. Прекрасно. Рисовальщик он даже не хуже был, чем Владимир Алексеевич Комаровский. Это автопострильник. Василий. Василий. Да? Кто это? Это Василий на портрете. Василий. 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 Я не понимаю, что это Василий. А я говорила? Да. А я что, сказала? Владимир. А, не-не-не-не. Василий. Я просто говорю, что это не хуже по качеству, чем рисунки Владимира. Вот. А это вот, представьте себе, что в Грузии такие дороги были. Вот они объезжали все госпитали там. Очень большую работу вели. И Юрий Александрович оказался таким, каким-то замечательным администратором, который очень много помогал там людям. Это вот один из рисуночков Мцхета. Конечно, они ездили там немножко, была какая-то возможность. И вот здесь очень интересная случилась вещь. Значит, там, не в самом Цхете, но где-то под Мцхетой, находится такой малюсенький женский монастырек. Ольгинский. Вот это дорога к нему. Вот он. Он, собственно, состоял и состоит из одного храма, домика, где там живут около 10 человек. И маленькая такая колоколинка. Вот. История этого храма очень интересная. Там должны были проводить железную дорогу. И она почти вот где-то рядом с этим храмом должна была проходить. И когда там копали землю, то выкопали вдруг крест. Копали-копали дальше. Крест оказался верхушечкой этого храма. Откопали потом весь этот храмик. Вот. Но сопровождалось я очень трагическим одним событием. Инженер, который там должен был проходить тоннель, и они с двух сторон его проходили, и все рассчитали вроде совершенно. И вот в нужный час, в нужный момент они не сошлись. И он, возьми сразу, схвати револьвер и выстрели себе в голову. Вот. А через 15 или 20 минут они сошлись эти два храма. Вот. А жена его, Ольга, она на этом месте решила вот основать монастырь. Она ушла, посредилась в монахине, стала его настоятельницей. Сначала там 2-3 человека было. Но сейчас вроде там до 10, но по-русски никто не говорит. Узнать было что-то очень трудно. Вот. И тем не менее, это вот этот самый монастырёк, который... Он был в очень плохом состоянии. И когда увидели вот эти наши комаровские, Алсуфьевы, этот монастырёк, они решили что-то сделать для него. И вот Софья... Да что ж такое, как же её отчество? Господи. Сейчас. Не напишу. Владимировна. Софья Владимировна. Вот. И она сделала эскиз для иконостаса мраморного. И там было имя же, тут же, на месте это всё было вырезано. Грузины, значит, там такую резьбу грузинскую замечательную сделали на нем. И Владимир Алексеевич сделал две иконы больших. Ну, насколько это возможно, в таких размерах крошечные. Вот. И я, может быть, в этом году, я уже договорилась, я, правда, каждый год договариваюсь, что я туда поеду и посмотрю. Мне вот эти фотографии по моей просьбе сделали. И иконы, конечно, не его. Какие-то совершенно неинтересные. Не похожи на него абсолютно. Вот. Может быть, где-то там они находятся. И это вот, значит, колоколинка. И что там они ещё сделали? Ну, он немножечко там порисовал. Есть рисунки его в очень небольшом количестве. Тушью, акварелью. И после, значит, этого, в 18-м году они едут, возвращаются домой. И уже в Москве было жить и опасно, и невозможно. Началось там уплотнение и расселение. Вот. И они поехали в имение Комаровских из Малково. Из Малково это, вот оно граничит прямо с забором, с переделки, с теперешним. Вот. Места очень красивые. И они и сейчас даже красивые. Не испортили как-то их. Вот тогда это было замечательное совершенно место. Вот этот дом тоже очень большой. И этот дом начал собирать всех, кто оставался без крови. А оставались они очень быстро все без крови. И прилетели здесь из... Они где-то и родственники. Но, знаете, когда на них... Посмотришь на все эти фамилии, то они все как будто двоюродные. Вот кого не возьмешь, все двоюродные братья и сестры. И вот здесь вот такие двоюродные Истомины были. Мансуровы. Все приехали со своими многочисленными детьми. Вот. И там они прекрасно жили. Несмотря ни на что. Как-то сначала их не касалось вот это. Не очень касалось это же. И они там приютили очень многих людей, которые спасались от чекистов. Например, там подолгу жил иеромонах. Один, за которым охотились. И в конце концов все-таки его поймали и расстреляли. Причем эти расстрелы вначале они были публичные. И есть воспоминания тех, кто быстро очень уехал и смог там напечатать в Германии что-то. Они писали как раз, что вот выводили из Лубянки, который находился тогда не здесь, конечно, не на Лубянской площади, а на Большой Лубянке, дом 11. Выводили их принародно. Все знали, что ведут их на расстрел. И женщины в толпе, это вот писал этот свидетель, они друг другу говорили, как-то написано, сияя глазами, в белых платочках, сияя глазами, говорили, как мы счастливы, матушки, что наши мужья идут за Христа умирать. Вот такое отношение было. И оно продолжалось потом все годы. Потому что мы когда смотрим эти письма, это примерно то же самое. Например, Пескановский, сам Пескановский отец Николай находится на Соловках, семья его по этапу едет на Соловки тоже. И матушка ему пишет, мы с детками так радуемся, что ты находишься на Соловках и что ты достоин пострадать за Христа. Порадуйся и ты за нас. Мы едем этапом на Соловки. Вот такая переписка. Вот, но на Соловках им, они не смогут, вернее, они увиделись один раз, когда они стояли в очереди за водой. Мужская очередь с одной стороны, женская с этой стороны. И вот они друг друга увидели, закричали, хотели ринуться друг к другу, но им не разрешили. И даже разговаривать не разрешили. Они только вот посмотрели друг на друга. Зато там как-то смогли передать вот матушкины слова, что дети не в детских домах, а устроены по бабушкам по-всякому. Вот это она смогла передать. Такие вот люди, такие отношения были. Да, они, значит, не водили детей в школу, а там собралось такое количество ученых, замечательных людей, что они сами все преподавали. Они сами преподавали, сами там разбили огороды, потому что время голодно было, все работали на этих огородах. И вот одно из обвинений было то, что они не отдают детей в школу. А там такие люди были, которые в безбожную школу не хотели отдавать своих детей и совершенно были против такого обучения. Вот, а дети, та же Антонина Владимировна, я ее, к счастью, застала, и много с ней разговаривала. И она говорит, что мы, конечно, ничего не понимали, вся трагичность этого положения в стране, везде этой боязни. А говорит, а то, что мы счастливы там были, это вот мы все понимали, дети. Что взрослые совершенно не давали понять детям в каком состоянии, как страшно жить. И они это абсолютно не чувствовали, не понимали, а чувствовали, что просто они счастливы и все, на всю жизнь. Там елки устраивались, там спектакли они ставили, читали очень много вслух. В общем, такая настоящая нормальная была детская жизнь. Но, значит, в 21-м году первый раз арестован Владимир Алексеевич. Причем этот арест связан с одним очень известным именем. Но так как это все-таки, ну, нету документа такого, то я не буду его называть. Это, значит, все были собраны, московские такие видные люди в одном доме. И речь шла о том, чтобы как отсюда уехать ради детей. Вот, и пока они это обсуждали, дом окружили, и всех их переарестовали. Вот они потом все думали, вот кто, кто, потому что кто-то должен был знать, что они все собрались в этом месте. Вот это был первый его арест. А это еще из Малко, это потом он вернулся, но уже, вот этой жизни уже не было. Здесь Самарин, Мансуров, Комаровский, там Мансуров вот здесь стоит. Ой, ну что, где-то какой-то нежный такой аппарат. Это вот дети. Все перевидали лагеря, дети тоже. Это грязный ход, там из Малковской церкви. Это вот продолжение вот этих вот чудесных открыточек, которые он по памяти встал. Вот Тоня, вот на нее вот все ляжет. Вся тяжесть этой жизни ляжет на нее. Это я просто некоторое время не показывала, поэтому немножко назад. Вот гостями, кто были, Неродовский, Самарин. Очень много рисунков там сделано было. Очень любил там бывать Джунковский. И это его рисунок кого-то из сидельцев Таганской тюрьмы, где он работал, значит, следил за кроликом в кролиководческом хозяйстве. Вот. Он побывал во всех тюрьмах. Вообще, Джунковский, это, знаете, совершенно особый разговор. О нем можно бесконечно рассказывать, показывать. Очень много фотографий. Я два года подряд, но не каждый день, но обязательно там день-два в неделю, ходила в гарф, и это был все архив Джунковского. Это бесконечное количество фотографий, там просто можно фильмы делать, там что угодно. Причем это человек необычайный, тоже необычайной красоты, духовной такой вот. Ну, оно и видно, по нему. Вот. Это уже Москва, Поварская. Я вот забываю показывать. Да. И вот из Малкова. И пока вот там еще как-то можно было жить, то Комаровский сделал две иконы, очень большие, крупные такие две иконы, для из Малковского храма. Ой, что я говорю. Для из Малковской часовни, которая стояла на окраине Кламбища, перед Елкинском. Вот. И вот эту-то икону, вот мы про нее говорили как раз, что Успенский, такой специалист по иконе, по древнерусскому искусству, он называл ее лучшей в 20 веке из икон Божьей Матери. Он просто даже не одной из лучших, а просто называть ее лучшей. И вторая была Христа-Спасителя и икона. Обе они пропали, и нашлись они совершенно чудом таким. Они нашлись, одна нашлась, потом она опять потерялась на много лет, а потом снова нашлась, и она сохранилась, потому что она была столешницей в сельсовете. Вот наоборот, на стороне, значит, они там все ставили, писали, а само изображение было внизу. Вот, и может быть, это ее и спасло. И Антонина Владимировна с искусствоведом Сергеевым, они много раз ездили в те края и пытались найти. По всяким сараям, по домам они лазили, и вдруг они ее нашли в каком-то сарае, у каких-то хозяев, которые даже понятия не имели, что это такое там. Но единственное, что они могли как-то чуть-чуть проследить путь этой иконы, и она была черная-черная, совершенно черная. Они ее привезли, отдали в Даниловский монастырь, в Даниловский монастырь, и там несколько лет ее реставрировали очень аккуратно, очень тщательно. И сейчас она находится в Покровском храме в Нижнем Семивселенских соборах. Вот, и она как-то не очень ее видно, вот если не знать, то не сразу найдешь, она слева, около клироса, но как-то раньше она более видна была, я сразу ее находила, а сейчас не очень. И я не понимаю, почему. Одна из лучших действительно икон, почему-то в небрежении находится. Но это чудо, что она сохранилась, конечно. А дальше было так. Значит, София Владимировна, Владимировне Алсуфию приснился сон. Она как-то была очень связана с Сергием Радомирским. Он все время как-то являлся, и храм вот этот был выставлен в его честь. И ей приснилось, что она говорит ей, бегите отсюда. Просто не ждите ничего, бегите и все. Бегите ко мне. И они действительно ничего не стали собирать, ринулись. Еще они спросили благословения у одного старца, Анатолия, бывшего Оптинского. И он тоже благословил их. Они помчались в Сергиев Посад, и он купил вот этот дом на Валову. Улицы. Это минут в десять, минут в десяти ходьбы от Лавры. Вот этот дом тоже, как и те дома, вот он просто его почистили, и, наконец, повесили доску памятную, мемориальную. Это в прошлом году или позапрошлом, все эти годы не могли добиться никак. Потому что там живут чужие люди, они протестовали, властям это больно надо. Но этот дом Софья Владимировна называла вот в своих воспоминаниях идеалом монастырской жизни. Он был как бы идеалом монастырской жизни. Туда тоже собралась куча ножов. Потому что Комаровский, когда вернулся из заключения, Комаровский, он увидел, что все его, вся его семья ютится в одной маленькой комнате. Вот этого огромного из Малковского дома. А он отдал каким-то там этим детям, плохим детям. Так скажем. Детский дом всякого рода ну забыл это слово. Ну да, мягко говоря, будем так считать. Которые там моментально превратили в помойку все. Моментально. и он тогда их всех забирает и идет, приезжает к Колсуфе. Вот тот, конечно же, всех их принимает. И всех тех, которые жили у Комаровских, и еще люди, которые остались без дома, они все поселились на первом этаже. на втором этаже была самая лучшая, самая светлая комната, она была отдана под мастерскую Комаровскому. И вот с этим домом связанным, все вы это знаете, эту историю, непонятно, насколько там, что правда, что неправда, что не точно, доказательств никаких нет, конечно, о главе Сергия Радонежского. Но, во всяком случае, отец Антроник, но он тоже по каким-то рассказам только знает, утверждает, что вот глава хранилась и в доме, и в саду, а не зарывая ее, когда боялись каких-то обысков и аресту. И об этом не буду рассказывать, это все знают. Вот, и там вот протекала совершенно замечательная жизнь, и была у них лошадь, и была корова. Лошадью заведовал Алсуфев, как крестьянин, он, значит, ее запрягал, панукал, ездил по всяким делам, а она дарила корову, графиня. Вот, и ходила за несколько километров, вы знаете, там, наверное, километров шесть в Гефсиманский скид, каждое утро. Там у меня был свой духовник, какой-то Дионисий Гавшков, я не знаю, это им. Вот, и она к нему ходила каждое утро, возвращалась, и начиналась вот такая жизнь эта монастырская. Тоже там и детей учили, и читали, как бы пытались продолжать ту же самую жизнь. А самое главное, что был образован комитет по охране, ой, сейчас я забыла вам рассказать, вот об этом портрете, это как раз Софья Владимировна, портрет Серов, знаменитая. Дело в том, что они ведь все бросили, Алсуфьеву, в том своем доме, и, а там был, был просто музей. И вот, знаете, это разговор об отношении крестьян и их бар. Потому что вот то, что мы видим по вот этим людям, о которых я вот рассказывала, это были самые теплые, самые такие любящие отношения, эти люди действительно были преданы друг другу, и хозяева были преданы и заботились о крестьянах, и крестьяне отвечали тем же все-таки. и крестьяне на подводах тайно, тайком их крестьяне под сеном привозили все эти, там у них было очень много икон, какие-то произведения искусства, какие-то вот археологические все эти находки. Вот они потихонечку перевозили это все к нему в дом на Володу. А этот портрет, он же большой, помните, каким-то чудом вывез Неродовский, ну тоже таким же моим образом, скрытно. Вот, и он сохранился, а только мы его и не видели никого. Это уже подросший Антонина. Вот это комиссия председателем которой стал отец Павел Флоринский. И вот портреты вот эти несколько портретов, они всем не нравились, кроме самого отца Павлова, вот, который говорит, что про Комаровского, говорит, что с каждым днем все более мастерская его рука становится, и он хватает самую суть реальности, он ее видит и изображает, ему очень нравилось. но действительно там мне кажется очень хорошая живота, живой такой, глаза такие живые. Вот это такой более традиционный рисунок, тоже очень хороший. Вот Комаровский конечно участвовал в этой комиссии, помогал им, рисовал очень много, что приходилось там для документации рисовать. Вот я вам одну вещь не сказала, что он был замечательный орнаменталист. Вообще это самое трудное, потому что картина нарисовать иногда гораздо легче, чем нарисовать хороший орнамент. Это такая вот латмусовая бумажка, да может быть очень хороший художник, но совершенно не справился с этим заданием, казалось бы, простым. А у Комаровского как раз это было чувство декоративного такого. И оно ему потом очень помогало. Он зарабатывал, когда просто зарабатывал деньги, иногда просто декоративными какими-то такими орнаментами куда-то там, или на ткань, или на здания какие-то. Вот это ему потом очень помогло. Но я как художник знаю, это трудно. И вот он вдруг получает, второй раз он был арестован в 1925 году, и вдруг он получает заказ в храм на Софийскую набережную. Вы вы все знаете этот храм. Напротив Кремля совершенно находится вот эта вот такая свеча колокольня, на которой были установлены до самого последнего времени, когда мы уже туда хотели полезть, но не получилось, потому что эта колокольня принадлежит чекистам. до сих пор она просто напротив Кремля и у них там дозор. По сей день? Да, туда не пускают, не кажется. когда патриарши богослужения после первых лиц, там сидят снайперы. Вы не знали? Нет, снайперы они где только не сидят. В том числе вот там сидят снайперы, потому что я просто участвовал в проведении телетрансляции и нам четко обозначили где-то, куда ходить, куда ходить. Так что я не в любом. Не в любом. На против. Там сейчас будет картинка деливая, что это напротив. Там был отец Андрей, Александр Андреев. Александр Андреев, он священномученик. Он был совершенно молодой человек. Ему был тогда, когда он заказал эту работу, 23 года. И тем не менее он умудрился как-то. Действовало только вот это колокольня, маленькие комнатки под ним. И там церковь под колокольню пацанок. И там он собирал вот этих голодных всяких графинь, княгинь и кормил их. Из чего, где он доставал это все, это просто осталось абсолютно непонятным. Но они туда ходили каждый день. Вот. его арестовали и потом его расстрелили. Но не будто. Вот видите, это прямо напротив Кремля. Вот. А церковь, сначала именно вот эта церковь действовала, когда вот сейчас открыли. И мне там так нравилось, как на корабле. Там внизу не видно тротуара, а прямо вода. Над водой. Вот. А сейчас в этой старинной церкви ту, которую расписывал Владимир Алексеевич. это то же самое. Вот это здесь комнатки, где кормили этих несчастных. А вот это старинный Софийский храм. Здесь у нас только эскизы есть. Там сохранился маленький-маленький фрагмент. Все было закрашено, потом штукатурка вообще снята. Это благовещение на столпах. Вот тоже роспись. Ой, это шествие праведников в рай. Вот это, мне кажется, прямо он для себя сделал. А вот его декоративная работа. Смотрите, как изящно, как очаровательно. И тоже ничего не сохранилось. Вот только вот такие эскизы. Это он делал эскизы капсики на Пушкинской площади. Медальоны такие чудесные. Кто понимает, как это трудно. Вот. А это вот такие просто для заработка он делал панно, для каких-нибудь там детских учреждений, на сказочные темы. просто зарабатывал деньги, но просто это просто прекрасно это сделано. Это аптека опять. Нет, это меню, меню. И мы всякие заказывали такие вот разные декоративные работы. И пошли, пошли, пошли ссылки. Вот мне очень нравится эта фотография, она тюремная, но замечательная. Это 1925 года. Больше всего он провел время не в Таганской тюрьме. И перед последним, уже последний арест, это была именно Таганская тюрьма. Еще в середине, в 20-х годах, это не так было страшно, как в 30-х, особенно в год его ареста последнего, это 1937 год. Потому что эта тюрьма славилась жесточайшими избиениями. Сюда был переведен из Питера Заковский, который 7 лет, это очень большой срок для начальства чекистского, он в Ленинграде лютовал. Вот, он там истребил, можно сказать, всех инвалидов, которые были в лагерях и в тюрьмах. Потому что а куда девать? назывался зачистка тюрьм. Потому что тюрьмы их не хотят держать, а лагеря их не принимают. И причем это не только там были, так как они все сфотографированы перед казнью, то видно, что у кого-то глаза нет, у кого-то руки, у кого-то ноги, а были просто сердечная болезнь, почечники какие-то, просто тяжело болезли. Они тоже шли. Причем, знаете, там вот этот документ совершенно тоже чудесным образом сохранился. Вот это они все уничтожили. Вот истребление инвалидов, все документы уничтожили. и осталось два листочка нечаянно, куда-то наверное вложены были в другое место. там вот по этим листочкам видно было, как написано там имя, осужден там на три года. Сроки были совсем небольшие в этих осужден на три года. Потом медицинское освидетельствование инвалидов и следом ВМЛ высшее мерное наказание. То есть вот не прикрыто совершенно. Вот и причем он явился в Москву, когда он сказал, что я весь этот контингент в Ленинграде истребил и нужно сделать то же самое в Москве, что он и сделал. И 1600 вот с лишним инвалидом по Москве и Московской области, которая огромная была тогда до конца 30-го года, вот он всех перестрелял инвалидов и у нас их очень много в Бутове. И вот это происходило все там. Вот после третьего ареста он попал в город Ишин. Причем, знаете, он так страшно, конечно, представлять себе, что его там истязали, били, но без этого не было. И он во все свои аресты, вот я посчастливилась все его дела видеть, он упорно говорил то, что ему, ну, никак нельзя было бы говорить, он говорил о том, что он считает, что самая лучшая форма правления это монархия. И вот упорно это повторю. Ну, как можно выжить после этого? А в Ишиме был не лагерь у него, а ссылка. И там он как бы жил на вольном поселении и даже зарабатывал деньги какие-то и даже работу. Вот он по памяти написал портрет Алсуфьева и выслал его оттуда. И Алсуфьева получил. Вот он очень долго тоже пропадал, а потом был найден и находится сейчас в музее отца Павла Флоринского. Хороший очень портрет, выразительный очень. Вот а чем он зарабатывал? Вот принимает заказы на вывески вовлечения портретов. Вот художник Комаровский. Ну бывали времена и у нас, когда мы чего только не делали, чтобы выжить. Вот, но мало того, мало того, что его чуть-чуть он побудет на свободе, его опять арестуют. Только исполнилось сыну ему 18 лет, вот он, чудесный в лицо, тоже такой замечательный, его арестовывают. Его куда-то заслали, бог знает откуда и с очень большим трудом добились того, что его перевели на строительство канала Москва-Волкова. И он жил в Дмитрове и работал значит там на канале и потом написал воспоминания очень интересные о том, как все это было. и вот он с его слов просто так мы только знаем, что все начальство было накануне открытия канала арестовано. Вот так вот он пишет, как все это происходило. Вот этот метлак, как раз он помещался в Борисоглебском монастыре Дмитровском. И там сейчас знакомый есть игумен, отец Стефан. Вот и мы с ним пойдемте еще походим по этим половицам. Он говорит пойдемте. Вот в этом здании это здание управления Дмитрова как раз где уже арестованных еще раз арестовывали, приводили, мучили там, в подвалах держали и очень многие просто умирали, а многие расстреливали. И вот мы с ним по этим половицам там походим и как-то представляем сколько здесь прошло замечательных людей. Вот и когда он значит вернулся из этого Ишлима прошло еще два-три года, жена его совершенно легкого приезжала, все на тоне, конечно тяжкая жизнь такая была невеселая. Вот и вдруг вышедший заключение отец Александр Андрей ему предлагает работу расписать вот здесь расписать алтарную часть кладбищенской церкви в Рязани, на окраине Рязани. Он, конечно, очень вдохновился, ринулся в эту работу, потому что никакой радости нигде. нет и сын в заключении, жена лежит, не может слова сказать. Тоня там хлопучит из последних сил. Вот это последняя фотография на пропуске. Вот такое последние годы было. Очень хорошее. Это Алсуфев. Алсуфев в параллель Комаровскому. Конечно, его тоже все норовили арестовать, но он умудрялся выскальзывать как-то. Он как-то узнавал, когда бывали облавы в Загорске и так даже и уходил от этих облав. Но потом ему очень помогали в Горобаревских мастерских, все ругают в Горобаревских, а он его очень спасал долгое время, потому что он его посылал все время в далекие командировки, все время в разные и к нему не успевали за ним прийти сведения о нем, пока он уже в другом месте. Но надо сказать, что всю эту историю с головой, они все погибли, но никто ничего никогда не сказал. Ни в одном деле нет ни одного слова об этом. похоже, что чекисты не знали, иначе бы они вытрясли. И он тоже был арестован. И вот они, эти два друга, и учителя с учеником, они где-то неподалеку друг от друга должны лежать на на Бутовском полигоне. И вот еще один двоюродный мэдом, граф мэдом. Это тоже Тамбовская область, тоже замечательный совершенно человек. И к вопросу о крестьянах, он арестовался семь раз. Он вообще все время в тюрьмах сидел. У него были большие земельные участки, там каким-то образом сохранялись. Так вот крестьяне его, они всю эту землю все время обрабатывали. Чтобы он вышел и у него все было в порядке. Представьте, это в то время, когда гранили, жгли, все равно человеческое в человеке останется, если в нем заложено. А если не заложено, тогда конечно все. И вот они все почти одновременно были расстреляны. Вернее, те расстрелянные, а мэдом, он просто уже от всех арестов, от всего, что сопровождалось, он умер в тюрьме. Вот это вот фотографии уже последние, тюремные. это вот такая страшная страшнейшая таганская тюрьма. Редкая фотография, я ни у кого ее не видела, мне один человек принес. Алсуфев. Он чернил поправленный. Они где-то рядом, там, да, и в тюрьме должны быть были где-то рядом. Вот. И вот эти смерти, конечно, такие трагические, но я всегда вспоминаю вот этих вот, и матушку, и тех матушек, которые первые смерти сопровождали и говорили, как мы счастливы. Ну, нам, конечно, мы, я, во всяком случае, не достойна так говорить, потому что это надо заслужить, чтобы так сказать, что я счастлив, там, что он прошел через это. Но, во всяком случае, то, что мы узнали, то, что мы посмотрели их дела, мы соприкоснулись с этими личностями, это такая радость, такое просто счастье, потому что они могли бы безвестно кануть, могли бы. мы даже вот все время друг друга спрашиваем, вот о чем вот чекисты думали, они все-таки думали, что это никто никогда не увидел. И я не думаю, чтобы они предполагали, что это все мы увидим, потому что иначе бы там таких ляпов не было чудовищных, не было бы видно этого вранья всего их, этой жестокости. Не думаю, чтобы они предполагали, что мы увидим. Но мы увидели это все и увидели их Поведение, хотя там верить Можно там одному проценту А некоторые считают Вот такой есть Замечательный историк Тепляков Историк как раз вот по этим делам Он считает, что фальсифицирован Сто процентов И скорее всего Так и в какой-то части все они фальсифицированы Но уже Начиная с того, что обвинения Уже несостоятельные Контрреволюция И антисоветская агитация Вот и то, что Мы можем вот сейчас В Бутове Участвовать в этих службах Которые посвящены им Вот это первая самая служба В Бутове для открытого неба Это патриарх Алюксиевича А это вот Оля не даст соврать мне Мы ездили Вот на пароходике Везли крест Который был Вырезан на Соловка Мы проехали по всему По всему Сначала была мы Балтийский канал Волга-Балт Там кусочек И потом Москва-Волга Он то имени Сталин Назвался То имени Москвы Вот И это невероятная была поездка Конечно Но такая Со слезами Со слезами Людей, которые Я сначала думала Ну что такое Ну плывет крест Его вырезали Не когда-то там В древние времена Сейчас его вырезали В Соловках Ну вот везем его В Бутово Почему так люди Воспомнимают Почему они плачут Там Знаете Бывало такое Что вот У меня есть Вот слез-фильм Как раз По нашему путешествию Вот человек Припал к кресту И все ждут Вот что он там Что он думает Что он вспоминает А там В основном Люди Которые приходили С берегов К нам Это конечно Все люди Дети И внуки Сами-то Уж не остались Живые Хотели Но вокруг Там нам сколько раз Говорили Что вот Ну вот Вроде там Какие-то остатки Чего-то Но По берегам Мало Немножко Разрушенных Церквей Говорят Ну вы Если отойдете Там Три километра Там сплошные Остатки лагерей И вот Вот это Как бы Соединилось А у нас Бутове лежит Четверть Всех Бутовцев Из 21 тысячи Из нескольких Человек Это все Дмитланговцы Это все Те Кто устроили Этот канал Вот И это Конечно Там Знаете Вот Что касается Счета Это Самое тяжелое Дело Никто Не сосчитан Вот сейчас Мы делаем Альбом Огромный По Периоду С 38 И до конца И все время Сталкиваемся С тем С тем Депортация Примерно Сосчитана Война Вообще Не поймешь Сколько Где Кто Погиб Захоронен Не захоронен Заключенные Тоже Не сосчитаны Потому что Кроме Тех Ну кто Прошел По делам Там Вот Все местные Говорят Что все Берега Кто Где Там Упал Там И зарыт И Есть и кладбища Просто Которые уже Потеряли Уже нельзя Даже ориентировать Что это кладбище И поэтому Вот Когда я вижу Эти цифры Меня берет Утер Потому что В одном месте Так В другом Так И я понимаю Что Ничто Это Нету Правды Это не изучено Совершенно И сколько Сколько Мы потеряли Людей Мы не знаем Войну Вообще Совершенно Вначале Вообще Не считали Кто там Их считал Посылали Как На убой Просто И все И цифры Нет И вот Это меня Тоже поразило Но Вот этих Людей Мы знаем Они сосчитаны К счастью И мы можем О них узнавать Можем рассказывать О них Вот И я считаю Что Хотя бы Это нам дано И будем Радоваться О каких-то Людях Мы можем Рассказать Спасибо большое Спасибо Если какие-то Вопросы Ради Бога Судьба Детишек Да Про что? Судьба Детей Антонина И сына А Антонина Владимир Конечно В лагерь Побывала Не без того Значит Алексей Он потом Был таким Крупным Советским Работником На предприятиях Разных То есть Ему не помешало Что отец Брали? Вот как-то Нет Ну какое-то Время Конечно Они не брали Но потом Он все-таки Стал Написал Книжку И Очень интересная Судьба У Алсуферского Сына Миши Он Никак у них Не хотел родиться Не было детей Вот они Ездили Молились Просили И наконец У них родился Этот Миша Они его обожали Конечно И когда Вот это все Началось И когда Они Вынуждены были Бросить Буйцы Перебраться В Сергиево Паса То они Решили Что Пойти На страшный риск И отправить Его За границу Причем Это были Не такие годы Когда можно было Выехать Спокойно А это Уже Где-то 24-й Наверное Год был И они Его отправили На Дальний Восток И через Харбин Через Тропы Через Некоторые Возрасте Они его отправили Где-то 24-й Нет Ребенка Сколько лет Было Нет Он юноша А уже Врос Да Вот И Там его еще Должны были Красную армию Забирать Ну Совсем Неудобно Неудобно И они Благословили Сына Пойти на такой риск Хотя там Очень многих Задерживали И это все Было Вот А у них было Имение В Румынии И в общем Он туда добрался Добрался И У них Переписка Такая Он подписывался Всегда Катя Вот И они тоже Там Что-то Придумывали Совершенно И Все У них Была Сплошная Конспирация Там Ни одного Слова Попросту Не было Сказано Вот И Там Церковь Они Баней Называли Там Целый Словарик Можно Составить Вот И вот Этот Миша Он Значит Потом Его Еще раз Разорили Он Жил Довольно Спокойно Волновался Конечно За родителей Страшно Но Не знал Конечно Ничего Вот Работал Литератором Там Журнал Каких-то Я думаю Что В соответствующем Потому что В Румынии Как раз Были Такие Очень Антисоветские Издательства Вот А потом Когда Мы Пришли То Значит В конце Войны То Все То Все Все И И он Куда-то Пропал И дом Весь Розален Сериал Типичная Судьба Типичная Супруга Вот Вы говорите Что она была Тяжелобольна Она Она вот Пережила Последний уход В тюрьму И Вскоре Она умерла Вскоре Умерла Я Представляю Что Она только Мога глазами Вот Абсолютно Парабизована Только На него Посмотреть Когда Его Уводили Что Кому То Нужно Подходить Хорошо Спасибо 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 Дорогие друзья У нас Складывается Определенная Традиция То есть В том Помещении Костинный Есть Диван На котором Сидела Анна Ахматова Борис Кустернак Три Нобелевских Лауреата И Сейчас Мы Приглашаем Вас Кто захочет И Алексея Дорогая Сотографируйся На этом диване Прямо Снимаем Хорошим Костем Пожалуйста Проходите